Все большую актуальность набирает работа социально ориентированных НКО. И большая поддержка таким организациям оказывается за счет средств грантов, в том числе президентских. Чтобы помочь с оформлением идеи и заявок, в Нарьинмаре прошел семинар «Как получить грант президента России на реализацию социального проекта», который провел заместитель генерального директора фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев. Один из ярких проектов, реализованных с помощью президентского гранта – молодежный волонтерский проект «Наследие Пустозерска» окружного общества краеведов. Проект получил финансовую поддержку в размере почти трех миллионов рублей и вошел в российскую базу лучших практик НКО в сфере культуры. Однако останавливаться на этом руководитель общества краеведов Сергей Уваров не собирается. Мы получили два года назад, поучаствовали в конкурсе, получили поддержку. У нас был двухлетний проект. Мы его закончили в прошлом году в ноябре, в октябре. В ноябре мы отчитались. Соответственно, у меня появилась возможность мне лично опять попробовать поучаствовать, подать заявку. Фонд президентских грантов существует уже три года. За это время было поддержано более 6 тысяч проектов в 85 субъектах Российской Федерации. Среди них 13 проектов социально ориентированных НКО Нинецкого округа на общую сумму порядка 9 миллионов рублей. С каждым годом все больше некоммерческих организаций участвуют в различных конкурсах, проводимых за пределами региона. И все больше некоммерческих организаций участвуют в конкурсах фонда президентских грантов. Он поучаствовал хотя бы один раз, старается участвовать потом постоянно, потому что на самом деле понимает, что это не так сложно, что это очень хорошая возможность получить хорошую сумму и реализовать хороший проект. Фондом проводятся два конкурса в год. Но для того, чтобы заявка прошла все этапы, регистрацию и содержательную экспертизу, необходимо знать о наиболее распространенных ошибках, которые допускают НКО. Об этом и не только шла речь на семинаре «Как получить грант президента Российской Федерации на реализацию социального проекта». Смысл семинара в следующем не только в том, чтобы представить фонд, нас так уже хорошо знают, а в том, чтобы проговорить с организациями такую область деятельности, как социальное проектирование. Что имеется в виду? То есть как из идеи получить реальный проект, который готов к реализации. И вот если организация сможет подготовить проект, готовый к реализации, с понятным бюджетным, комендарным планом, целями, задачами и проблематикой, то есть если организация сама этой проблематикой владеет, у нее высокие шансы получить поддержку. В ходе семинара участники получили ответы на вопросы, касающиеся подготовки заявок на участие в конкурсе президентских грантов. Прием заявок на второй конкурс 2020 года продлится до 31 марта. И кто знает, возможно и в этом году НКО Ненецкого округа получат достойную финансовую поддержку и снова войдут в российскую базу лучших практик.